уважаемые близнецы всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро меня зовут ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 18 по 24 октября включительно расклад подойдет как женщинам так и мужчинам события этой неделе я рассматриваю в общем основные ее моменты связаны с работой карьерой вашими общими задачами целями смотрим ваш общий запас энергии также рассмотрим вашу личную жизнь и для тех кто в паре и для тех кто в свободном поиске рассмотрим ваши финансовые потоки ваши взаимоотношения с другими людьми во внешнем мире также постараемся рассмотреть и скрытые факторы на ближайших несколько недель рассмотрим чем для вас эта неделя завершится и возьмем обязательно карту основного совета хотя сам по себе расклад это уже одна большая подсказка и сейчас традиционно как обычно вы можете загадать картам один вопрос желания вы на него обязательно получите ответ но в конце чтения основного вашего расклада карта которую я достану в произвольном порядке и будет являться ответом на ваш заветный вопрос запаситесь терпением эта карта будет не только ответом на ваш вопрос но и своего рода подсказкой в отношении вашего вопроса вы будете понимать что вам нужно делать или что может быть возможной помехой или же что вам будет идти в помощь думайте сейчас у своем вопросе вопрос должен быть всего лишь один напоминаю что это торопрогноз вы можете смотреть как по асценденту таки по основному знаку гороскопа таким образом у вас будет больше информации для анализа колода полностью готова и мы с вами начинаем ваша первая карта на начало этого периода уважаемые близнецы все карты вашего расклада перед вами я приступаю к трактовке расклада хочу начать с того что ваш расклад начинается довольно таки положительной и для многих из вас эта неделя в чем-то будет динамичной плодотворной но если говорить о завершении этого периода забегая немножечко наперед могут возникнуть некие затруднения но это будет в конце недели и ваш расклад начинается с карты короля чаша благоприятная карта как для женщин так и для мужчин если говорить о мужчинах близнецах эта карта может показывать ваши мечты надежды творческие проекты о которых вы думаете многих из вас эта карта действительно показывает как людей творческих всесторонне развитых для многих вы можете являться хорошим другом эта карта может показывать общение с другими людьми но как для женщин так и для мужчин эта карта может показывать любого другого мужчину из внешнего мира которые можете являться вашим другом партнером для женщин возможно возлюбленным но не обязательно это может быть даже ваш хороший родственник от которого также что-то зависит в вашей судьбе человек действительно искренне готов вас в чем-то поддержать и чем-то вам помочь и если говорить о женщинах уверенность себе у вас будет появляться благодаря мужчине кого-то из мужчин эта карта может показывать не только как людей творческих но и как мужчин влюбленных вы обдумываете и свою личную жизнь для вас это также немаловажно если говорить о вашем общем запасе энергии на начало этого периода энергии у вас предостаточно вы себя чувствуете здоровыми даже если вы болели или болеете эта карта предполагает выздоровление радость эта карта больших эмоций в особенности если говорить о мужчинах эта карта может показывать где-то даже вашу сентиментальность романтический настрой и любые мечты надежды о которых вы думаете и в будущем конечно же хотите что-то осуществить на основные события всей этой неделе выпала карта двойки чаш а это говорит о том что рядом с вами на протяжении всего этого периода будет тот человек который вас будет поддерживать и это кто-то из противоположного пола снова такие карта может показывать возлюбленного возлюбленную друга подругу родственника или хорошего знакомого это говорит о том что у вас рядышком есть надежное плечо человек с которым вы можете поговорить по душам и человек на которого вы можете рассчитывать для всех влюбленных первые две карты очень благоприятны почему потому что они показывают романтику отношения встречи свидания близость а для кого-то это возможно совершенно новые знакомства но для тех кто уже в паре это возможность отношения укрепить и в центр вашего расклада выпала также замечательная карта восьмерки жазлов эта карта скорости в делах возможности огромной социальной активности в отношении других людей вашей собственной когда вы кому-то звоните когда вы чем-то интересуетесь или кого-то пытаетесь заинтересовать своими идеями по этой карте к вам могут поступать какие-то встречные интересные предложения которые вы также будете рассматривать для многих из вас эта карта говорит о том что всю эту неделю вы будете гиперактивны вы не будете сидеть на месте у вас масса дел и вы пытаетесь решить все и сразу для кого-то эта карта может показывать состояние дорог разъезда возможно кого-то из вас ждут рабочие командировки деловые встречи как на близкие так и на дальние расстояния карта очень позитивно к этой карте мы еще вернемся и сейчас перейдем к нашим семейным парам для вас выпала карта пожар жезлов и карта старшего органа папы или карта иерафанта если говорить о семейных то по этим картам можно сказать так браки свершаются на небесах человек с которым вы рядом вам действительно предназначен судьбой даже если вы с живете недавно вам кажется что вы человека знаете всю жизнь но для кого-то из вас эти карты могут показывать долгие отношения длиною в жизнь но в этом периоде такое чувство что они обновляются я вижу взаимопомощь я вижу понимание я вижу уважение я вижу преданность а это дорогого стоит у каждого из партнеров есть свои основные задачи но все-таки вы друг друга дополняете если говорить о вашей второй половиночке то все-таки именно от вашей второй половинки в этом периоде будет зависеть очень многое если говорить о женщинах рядом с вами очень преданный мужчина который не помышляет об изменах ваш мужчина делает абсолютно все что от него зависит для того чтобы в доме было благополучие для того чтобы все были довольны у многих из вас могут быть дети я так полагаю что дети уже не маленькие в чем-то вы может почувствуете даже поддержку своих детей в этом периоде либо будете радоваться их результатам их успехом в доме происходят благотворные изменения благодаря тому что оба партнера к чему-то стремятся лично на вас выпала карта пожар жезлов она говорит о том что не выходя из дома вы постоянно себя ищите информацию которая помогала бы вашему развитию эта карта может показывать любые переговоры телефонные звонки не выходя из дома то что вы пытаете что-то решить или с кем-то пообщаться в общем-то высшие силы вам благоволят и давайте перейдем к нашим свободным близнецам посмотрим что ждет вас в этом периоде для вас выпала карта старшего аркана суда карта троечки чаш и карта четверки монет конечно карта старшего аркана суда предполагает то что у многих из вас были непростые отношения с предыдущим партнером эта карта может показывать то что кто-то уже находится в состоянии разводов кто-то возможно до сих пор еще не получил тот самый развод и по этой карте вы пытаетесь внести ясность ваши отношения помимо ваших собственных проблем на ваших плечах может быть возложена еще ответственность за других людей за ваших ближайших родственников может быть ваших детей или родителей братьев или сестер почему потому что карта суда может показывать любые старые кармические программы либо проблемы связаны с родом с домом семьей из-за чего то вам на сегодняшний день очень тяжело эта карта предполагает то что вам нужно проявить недюжинный характер для того чтобы что-то поменять проявить в чем-то смелость в чем-то настойчивость для того чтобы решить не только свои проблемы но и еще помочь тем кто на вас рассчитывать если именно в этом периоде или ранее вы пытались решить вопрос связанные с любыми документами любыми оформлениями а карта суда может показать все то что проходит через казенные дома ваш вопрос по-прежнему остается открытым именно в этом периоде вам предстоит решить очень многое возможно нужно будет либо поднажать либо с кем-то встретиться нельзя что-то переносить или откладывать как только вы включаетесь какие-то важные процессы высшие силы вам помогают эта карта архангела гавриила помощи высших сил в любых сложных начинаниях карты предполагают то что вам обязательно кто-то поможет карта тройки чаш карта дружбы партнерства связей знакомств и это говорит о том что вы чему-то будете радоваться либо в чем-то будете делать успехи эта карта может предполагать и небольшие житейские праздники вечеринки мальчишники девичники встречи с друзьями или то что из близких кто-то будет пытаться вас немножечко отвлечь от проблем и у вас будет возможность переключиться также и на что-то хорошее отдохнуть и душой и телом но все это может упираться в финансы четверочка пентакли все-таки предполагает то что вы очень нервничаете из-за денег деньги вроде бы есть но их на все не хватает где-то вы даже будете пытаться сэкономить эта карта говорит о том что кто-то из вас возможно ранее пытался откладывать хоть что-нибудь и в этом периоде эти деньги вам здорово помогут у тех у кого есть уже подкопленные кто-то только с этого периода начинает понемножечку откладывать потому что чувствуете в этом необходимость если говорить о личных отношениях конечно вы не обделены вниманием противоположного пола я вижу что вы хотите новых знакомств вы хотите отношений вы хотите легкости вы хотите перемен своей жизни карта тройки чаш может предполагать и новые знакомства и то что вас кто-то куда-то приглашает и конечно же эта карта предполагает выбор но если вы уже с кем-то встречаетесь тройка чаш может предполагать то что либо с вашей стороны либо со стороны вашего партнера присутствует в этих отношениях кто-то еще то есть есть 3 или четвертые лица возможно тот человек с которым вы пытаетесь создать отношения также не до конца расставил все точки над и в прошлых отношениях и может находиться примерно такой же ситуации в какой и вы сейчас эта карта предполагает то что вы не спешите с выводами конечно же для вас важно хорошо выглядеть с одной стороны вы можете очень ревностно относиться к тому человеку который рядом с вами с другой стороны вы где-то боитесь того чтобы ограничивали вашу собственную свободу для вас также важны и финансовые вопросы или если говорить о личных отношениях возможно вам будет казаться что тот человек с которым вы рядом немножечко в отношении вас купится возможно вы его или ее не спешите посвящать во все свои финансовые дела и карты говорят о том что вы поступаете в данном случае очень разумно для тех у кого есть основная работа возможность сложности также и в работе но будет также со стороны кого-то оказана поддержка без денег многие из вас не будут то есть карты предполагают развитие это что в чем-то вы удерживаете свои рабочие позиции даже если смотрят меня свободные те кто не работает скорее всего вам здесь кто-то поможет либо кто-то вас поддержит и перейдем теперь снова к центральной карте вашего расклада так как эта карта основных кармических задач восьмерка жезлов предполагает активность и она вас именно к этому и призывает чтобы вы не сидели дома на диване не ждали того чтобы что что-то изменится вашей жизни само собой чтобы эти изменения вы притягивали творили создавали во многом вам поможет ваша общительность то есть по этой карте благодаря тому что вы не будете сидеть на месте вы для себя будете получать важную нужную информацию тем самым вашей жизни будут происходить важные изменения также эта карта говорит о том что не стоит бояться перемен и давайте возьмем все-таки дополнительные карты для тех у кого есть основная работа и для тех кто работу ищет для тех кто работу ищет я вижу что у вас очень много надежд мечтаний наверное с вас я и начну для вас выпала карта пятерки чаш она предполагает то что скорее всего вы на кого-то из-за работы обижаетесь может быть вы на кого-то обижаетесь из-за ближайшего окружения то есть вы рассчитывали на чью-то помощь но либо ее нет либо она недостаточная эта карта предполагает то что вы устали от рутины вам просто хочется тишины покоя отдыха такое чувство что вы не совсем готовы к переменам но эта карта говорит о том что все в ваших руках вы не должны рассчитывать на кого-то вы должны рассчитывать исключительно на себя эта карта предполагает то что ваша ситуация не безнадежно и вы ее способны менять самостоятельно стоит вам только захотеть возьмем карту для тех кто имеет работу и для вас выпала карта пятерки монет к сожалению эта карта может говорить о том что либо денег недостаточно либо работы много а по факту денег мало если вы работаете в коллективе или у вас есть деловые партнеры здесь тоже может быть недопонимание в рабочей деловой среде карта говорит об усталости она может говорить о том что кто-то вообще хочет работу сменить вы не удовлетворены на сегодняшний день тем что происходит но исключительно для некоторых эта карта может показывать состояние болезни и возможно вы находитесь на больничном может быть кто-то болеет еще рядышком с вами и все это накладывается на рабочие процессы в отношении финансов конечно нужно что-то менять возьмем для вас карту совета карта рыцаря мечей может предполагать любые конфликты выяснения отношений если говорить о мужчинах то возможно вам в работе нужно будет либо что-то отстоять эта карта может предполагать то что в отношении вас кто-то негативит и вы кого-то захотите поставить на место это какие-то бесконечные нервы любые переговоры разговоры тоже проходят на нервах если говорить о женщинах то у вас могут быть проблемы из-за мужского лица возьмем для вас все-таки карту совета и для вас выпала карта туза монет она говорит о том что вы должны искать какие-то дополнительные возможности многим из вас повезет вы и в основной работе могли бы что-то поменять эта карта предполагает то что высшие силы вам чем-то помогут и та ситуация которая на сегодняшний день вам кажется очень сложной или безвыходной все-таки будет меняться в лучшую сторону почему потому что карта туза пентакли это новые финансовые возможности это неплохие доходы возможность перемен либо в основной работе вам кто-то протягивают руку помощи понимания либо это дополнительные шансы все-таки из внешнего мира и еще одна карта для тех кто в поиске работы карта короля мечей говорит о том что многим из вас нужно искать работу официальную в особенности если говорить о мужчинах по этой карте вы способны были бы создать свой бизнес либо свое дело об этом также стоит подумать эта карта говорит о том что вы должны искать работу согласно своему интеллекту а вы люди очень достойные очень развитые и можете найти очень неплохую работу если где эти женщинах то скорее всего либо либо с работой вам поможет мужчина официальное лицо либо вашим основным работодателям все-таки будет также мужское лицо и давайте перейдем в дом ваших финансов возможных долгов кредитов вложений в этот дом выпала карта семерки чаш эта карта иллюзии мечтаний надежд но эта карта говорит о том что ничего конкретного не происходит да вы люди творческие у вас очень много планов но такое чувство что на что-то не хватает все-таки финансов либо в чем-то не хватает стабильности если говорить об этом периоде не стоит рисковать крупными деньгами не стоит делать крупные вложения не стоит занимать деньги в этом периоде и не стоит самому одалживать не стоит оформлять новые кредиты потому что эта карта говорит о том что в чем-то вы свои возможности либо переоцениваете либо недооцениваете возможности других людей и то что я вижу по линейке карт у кого-то все-таки есть проблемы либо с казенными домами либо со счетами либо у вас есть долги или кредиты потому что на внешний мир выпала карта правосудия она может показывать все то что проходит через госдома через официальных лиц вам о чем-то могут напоминать либо вы сами для себя понимаете что что-то нужно привести в порядок но какой-то вопрос решить вам очень сложно все это упирается в финансы по этой карте такое чувство что в отношении себя вы считаете что кто-то в отношении вас очень несправедлив и вы хотите справедливости вы хотите чтобы в жизни во внешнем мире восторжествовала справедливость это говорит о том что очень многие из вас люди большого аналитического ума вас может интересовать и политика и все то что происходит во внешнем мире в вашей стране и во всем мире вы большие правдолюбы и борцы за справедливость но эта карта предполагает то что многие вопросы которые вас волнуют либо не развиваются либо тормозятся для кого-то эта карта может показывать суды либо то что вы с кем-то пытаетесь выяснить отношения если говорить о любых бумагах документах то вам здесь нужна чья-то помощь также эта карта может предполагать то что вы пытаетесь в жизни что-то менять но из-за того что происходит во внешнем мире у вас происходит торможение также и на скрытые факторы на ближайших последующих несколько недель для вас выпали тоже неоднозначные карты это рыцарь жезлов это карта старшего аркана башни и карта старшего аркана повешенного к сожалению вот эти две карты могут говорить о любого рода форс-мажоре непредвиденных обстоятельствах которых вы не ожидаете из-за которых что-то будет подвисать и тормозиться вы будете что-то ожидать из-за чего-то вы будете волноваться у каждого это будет что-то свое карта башни может показывать снова таки все что связано с официальными домами или лицами для кого-то эта карта может показывать работу из-за чего-то вы нервничаете но как будто бы поменять ничего особо не можете если говорить о мужчинах карта рыцаря жезлов может предполагать то что вы будете пытаться что-то поменять либо с кем-то выяснять отношения но это особо ничего не даст мало что будет от вас зависеть если говорить о женщинах то проблемы могут быть из-за мужчины либо мужчина вам будет пытаться решить помочь какие-то сложные вопросы но у этого человека также не получается это говорит о том что для кого-то из вас завершение этого месяца будет непростым по башне это сложные изменения которым вам тяжело приспособиться тем более что рядом выпла карта повешенного на завершение этого периода выпла карта короля жезлов и карта старшего аркана смерти карта смерти не говорит о смерти на физическом уровне но она говорит о том что многие из вас сейчас находятся в состоянии того что вас сама жизнь проверяет на прочность потому что по 13 аркану это любые жизненные трудности любая борьба которая еще предстоит карта короля жезлов может показывать любого мужчину из-за которого у вас есть сложности либо с определенным мужчиной вы разорвете отношения или расстанетесь это как вынужденный выбор перед которым вас поставит сама жизнь все-таки эти карты требуют ясности я беру еще одну дополнительную карту очень сложный расклад для вас выполнен этот период и снова обратите внимание карта старшего аркана отшельника предполагаю то что вам нужна будет чья-то помощь для кого-то это помощь врача для кого-то это помощь духовного наставника психолога старшего друга любого человека который в чем-то вам сможет дать грамотный и нужный совет на выходные у многих из вас может быть болезненное состояние желание побыть наедине с самим собой собраться со своими мыслями и понять что вам делать дальше эта карта предполагает то что из-за чего-то вы очень страдаете вам действительно нужны чьи-то подсказки или чья-то помощь если говорить о мужчинах то вам не стоит игнорировать свою собственную интуицию а женщинам в чем-то может помочь мужчина либо вам не стоит игнорировать также те советы которые дает тот мужчина который рядом карта основного совета карта солнышко она говорит о том что что бы в вашей жизни не происходило вот эти перемены даже сложные даже болезненные они происходят не просто так вам что-то нужно понять вам что-то нужно пройти об этом говорит и карта одиннадцатого старшего аркана правосудия и карта тринадцатого старшего аркана и карта старшего аркана суда и карта старшего аркана отшельника четыре старших аркана и все карты сложные и на ближайшее будущее выпал повешенный и башня А это говорит о том, что вы должны запастись терпением, но не терять веру в хорошее, стремиться к этому хорошему и пытаться что-то в своей жизни всё-таки менять. Эта карта может показывать вашу семью, ваших самых родных и близких, тех людей, которые будут к вам ближе всего. На помощь этих людей вы сможете рассчитывать, но, возможно, от вас также кто-то ждёт вот эту самую поддержку, и вы ещё кому-то её должны будете оказать. Эта карта ваших огромных амбиций, и она говорит о том, что несмотря на то, что в этом периоде есть определённые сложности, в этом месяце, карта «Солнышко» предполагает то, что ваши испытания рано или поздно закончатся, в вашу жизнь войдут благоприятные перемены, но пока на что-то нужно время, такое чувство, что к чему-то идёт подготовка, либо что-то в вашей судьбе вызревает, либо вы ещё к чему-то до конца не готовы. Именно поэтому вы и проходите все вот эти испытания. И давайте посмотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала карта «Пожа Пентаклий». Эта карта говорит о том, что желаемое вы можете получить. Эта карта даёт ответ «Да», но она говорит о том, что ваш вопрос находится в самом-самом начале. И придётся сделать очень многое, очень много побегать, посуетиться, потрудиться. И прежде всего, то, о чём я вам говорила, запастись терпением. Это карта огромного терпения и выносливости. Если вы все эти качества проявите, то вы дойдёте до конца пути и получите то, что вам нужно. Также эта карта может предполагать то, что в отношении вашего вопроса понадобятся финансовые вложения. Либо, если вы задавали вопрос, связанный с деньгами, здесь тоже нужно похлопотать. Возможно, в чём-то у вас пока имеется недостаток информации. Вам предстоит эту информацию найти, получить. Возможно, вы с кем-то будете общаться, либо самостоятельно для себя ищите то, что вам важно. Но эта карта говорит о том, что вы на верном пути. Давайте возьмём ещё несколько дополнительных карт и спросим, что ещё вам было бы интересно знать в этом периоде. Карты «Достою в произвольном порядке». Да, карты также сложные. Они, в общем-то, подтверждают всё, что сказано было мной в раскладе. Почему? Потому что карта Раума говорит о том, что вам в чём-то нужна либо срочная помощь. А это может говорить о том, что происходят любые неприятные события, в которых вы чувствуете себя очень некомфортно. Но эту помощь вовремя вы не получаете. Либо кто-то в отношении вас проявляет огромный эгоизм. Либо безразличие. Это то, с чем вы можете сталкиваться, человеческий фактор. И вторая карта говорит о том, что вы слишком порядочные, слишком честные. Вы стараетесь вести себя достойно в отношении других людей, но другие этого не оценивают. Вы скованы чужими привычками, чужими амбициями, социальным строем. Но всё-таки вас поддержит кто-то из противоположного пола. Возможно, в тот момент, когда на эту поддержку вы не надеетесь. Но всё-таки эти карты оставляют надежду. Так же, как и карта Солнышко, выпавшая в вашем раскладе, которая говорит о том, что сложности временного характера. Уважаемые близнецы, расклад, конечно, сложный. Но я надеюсь, что благодаря этому раскладу вы сможете сбежать острых углов в своей жизни, либо к чему-то сможете лучше подготовиться. Если вы заранее знаете примерно, о чём идёт речь. Конечно же, я не прощаюсь с вами. Я вам всем желаю огромной удачи. Подписывайтесь на мой канал, все те, кто ещё не успел подписаться. Нажимайте пальчиком на колокольчик, для того, чтобы не пропустить следующие видео. А сегодня всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok